В Латвии исторический максимум стоимости электроэнергии средняя за день почти 264 евро за мегаватт-час, а 2 часа с 17 до 19 мегаватт-час стоил больше 400 евро. Что происходит и кто поможет жителям Латвии оплатить счета, узнавала Виктория Пушкила-Отто. 45 евро за мегаватт-час. Столько электроэнергия стоила в ноябре прошлого года. На прошлой неделе был побит рекорд. Электричество стоило 157 евро за мегаватт-час, а сегодня очередной исторический максимум – 264 евро. Это в среднем за день. С 17 до 18 электричество стоило 420 евро за мегаватт-час. С 18 до 19 – 410. Цена на электричество зависит от множества факторов цены на газ, природных условий и так далее. Вот, например, в Швеции, где мы покупаем электричество, замерзли реки. Не работают газ. У нас реки не замерзли, но цены от этого не меньше. А вот еще одна версия. Биржа электроэнергии Nordpool просто ошиблась. 9 ноября там начали использовать виртуальную технологию, которая, возможно, неверно влияла на формирование цен. Об этом пишет эстонский портал Postimes. Сейчас биржа пересчитывает цену, но более детальных комментариев не дает. В Минэкономике в ошибку биржи не верят. Но знают, кто пострадает от роста цен сильнее других. Многодетные семьи, семьи с детьми инвалидами или инвалиды первой группы, или малоимущие семьи, которых нуждается больше всего в этой помощи. И с начала 1 ноября этого года эта сумма, которую государство помогает этим людям, она, в принципе, стала больше. И на нынешний момент она является для детей с инвалидностью, инвалидом и малоимущим семьям 15 евро. Мне кажется, очень важно, чтобы мы думали, как увеличить группу, которая получает эту поддержку. То, что Министерство экономики оказывает такую поддержку, хорошо. Но, скорее всего, мы придем к ситуации, когда нужно будет расширить круг получателей помощи. Жители с большими доходами, так называемый средний класс. Нагрузка на семейный бюджет будет достаточно большой. Люди, которые платят за электричество по фиксированной цене, сразу этот скачок цены не почувствуют. А вот тех, кто платит по плавающему тарифам, счет за ноябрь не обрадует. Он может вырасти на несколько десятков евро. Возможности маневра у вас их почти, скажем так, или включать разведку, или не включать. Я больше думаю, что здесь должно правительство подумать насчет этой ситуации. Одно из решений, которое может быть, что делать такой балансовый механизм расчетов. То есть, зная, что вот цены будут так скакать, давать возможность, что можно рассчитываться за потребленную электроэнергию, скажем, в рассрочку. Я считаю, что что-то делать надо. Ситуация ненормальная. Такой рост цен не наблюдался последние 10-15 лет. Если мы говорим о снижении акцизного налога, это вопрос к министру финансов. Сколько он готов выделить на такую поддержку? Это десятки миллионов, если не больше. Министр финансов и премьер – держатели кошелька страны. Если они предложат такие варианты, мы их поддержим. Будем следить за тем, какая ситуация будет развиваться уже. Будем смотреть, как это влияет на платежеспособности для других людей или пользователей электроэнергии. В нынешний момент нет у нас предложения увеличить. Затем вдруг мы будем смотреть по ситуации, как будет ситуация развиваться. Сейчас с 19 до 20. Цена за электричество – 355 евро за мегаватт-час. Это, конечно, не 420, как было в прошлые два часа. Но, возможно, этот вечер лучше провести при свечах. Виктория Пушкила, Отта, Кришья Неслейтис, Русс ЛСМ.